Добрый вечер! В эфире Якутия мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная и в этом выпуске. 120 лет со дня рождения Максима Амосова. На протяжении всего года общественность посвящала ряд встреч и мероприятий этой юбилейной дате. Самый короткий световой день – повод отметить отличившихся энергетиков. Работники отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Спортсмены подвели итоги уходящего года на полу чемпионов и гласили десятку лучших. Общественность региона широко отмечает 120-летие выдающегося сына Якутии, видного государственного политического деятеля Максима Амосова. С его именем связано становление государственности Якутии. Также он положил фундамент развития науки, образования, культуры, кооперации и промышленности. В этом юбилейном году в родном Намском Улусе открыли памятник Максиму Кировичу. Сегодня в честь знаменательного события состоялось торжественное мероприятие с участием членов правительства, народных депутатов, постоянного представителя Якутии в Москве и родного внука Максима Амосова. У меня как для потомка прямого, для внука, это очень важно, видеть и знать, как любят и ценят Максима Амосова. Мы благодарны, наша семья, благодарны Якутии, и якутскому народу, и якутскому руководству за то, что хорошо хранят память о нашем великом предке, моем великом дедушке. Одна из школ Нерюнгре носит имя Максима Кировича Амосова. Это, по словам педагогов, ко многому обязывает. Поэтому образовательное учреждение с момента создания активно включилось в инновационную деятельность и реализовало несколько проектов, которые были признаны на уровне республики. В день 120-летия со дня рождения Максима Кировича в школе провели конкурс сочинений и открытые уроки. Завершила цикл мероприятий музыкально-литературная композиция, подготовленная учениками школы при поддержке работников театра, актера и куклы. Во взрослой жизни они будут говорить своим сокурсникам, коллегам о том, какую школу они окончили, кто такой Максим Кирович Амосов. И тогда вот те слова, которые заложены в строчках стихотворения, посвященных Максиму Кировичу, что останется он действительно честным, пламенным Максимом в сердцах людей. Объем прямых инвестиций крупных российских компаний в основной капитал Якутии по итогам этого года составит почти 270 миллиардов рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель республики Егор Борисов. По его словам, львиную долю инвестиций составляют отечественные вложения и добывающие отрасли экономики. Инвесторами выступают крупнейшие российские компании «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Алроса», «Мичел». Кроме того, рост валового регионального продукта в Якутии по итогам этого года должен составить 2,2%. Егор Борисов отметил, что несмотря на существующие объективные сложности, влияющие на экономику страны, республики удалось сохранить рост регионального продукта выше среднероссийского. 22 декабря – один из самых коротких световых дней в году. Не случайно именно в этот день отмечают свой профессиональный праздник всей энергетики страны. В сложных природно-климатических условиях работают специалисты Якутии. С подробностями Саргалана Федорова. Без света и тепла жизнь останавливается. От слаженности и качества работ энергетиков напрямую зависит качество жизни. Монтаж высоковольтных кабелей, испытания подстанций, поиск повреждений – далеко не полный спектр задач энергетика. Особенность работы энергетиков такова, что они встречают свой профессиональный праздник на рабочем месте, обеспечивая непрерывный процесс производства энергии. В любых условиях они умеют работать, как никто другой. Они не допускают сбоев и ошибок. Сегодня рабочие профессии стали приоритетными. Но в отрасли энергетики наблюдается дефицит электромонтеров, слесарей, линейщиков. В этой нелегкой отрасли трудятся самоотверженные люди. Электромонтер Андрей Якушев больше 20 лет назад решил неразрывно светать свою жизнь с подачей главного богатства нашего времени – света. Сложности, как я думаю, бывают в каждой работе. Просто надо приспосабливаться и уметь их преодолевать. Но этот год больших аварий не было. Которые были аварии, мы быстро устраняли. Энергетики ежедневно осматривают электроустановки для выявления дефектов. Часто проводят плановые отключения электроэнергии. Данные работы проводились у нас и ранее. То есть больше отключений относительно прошлых лет их больше не стало. С целью недопущения разморозки системы отопления потребитель должен иметь резервный источник питания. Сегодня наградили лучших работников отрасли. В этом году запустили Якутскую ГРЭС-2. В Центральном энергорайоне начали эксплуатацию Якутской ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Якутской ТЭЦ. В 2018 году нам предстоит объединение с оптовым рынком энергии и мощности. То есть как в этой системе работает Дальний Восток, как в этой системе работает Центральная часть Российской Федерации. Подготовить оборудование к этой совместной работе. Благодаря упорному труду энергетиков республика обеспечена бесперебойным теплом и электричеством. Сейчас на территории Якутской ГРЭС строят пиковую водогрейную котельную. Объект обеспечит качественную поставку тепла и горячей воды жителям столицы. Саргылана Федорова, Евгений Рязанский, Андрей Секретов, НВК САХ, Якутск. В Москве начал работу 17-й съезд партии «Единая Россия». С подробностями наш собственный корреспондент из столицы страны Татьяна Черемкина. Будут определены приоритетные задачи партии на 2018 год и произойдут кадровые изменения. В соответствии с уставом партии пройдет плановая ротация Генерального Совета, в которой, как ожидается, войдет большее количество региональных представителей. Предполагается, что серьезное внимание будет уделено деятельности в рамках партийных проектов. В повестке обсуждение ключевых для развития страны вопросов от социальной сферы до внешней политики. Открыло съезд совещаний с секретарями региональных отделений партии. Сейчас началась работа дискуссионных площадок. Всего их семь. Также пройдут совещания с руководителями региональных общественных приемных, региональных исполнительных комитетов, активом сторонников «Единой России». Председатель партии Дмитрий Медведев посетит выставку партийных проектов. Один из самых представительных форумов собрал делегатов – представителей федеральной и региональной, политической и экономической элиты России. Всего от республики Саха-Якутия в съезде принимает участие 16 человек. «Обновление партийных рядов ведет не в укор людям, которые более зрелого возраста, в части того, чтобы молодое поколение чувствовало определенный социальный кадровый лифт в работе партии, в участии в реализации партии. Очень много интересных проектов. Поставлена задача поработать с нашими якутянами, которые участвуют в проекте «Всероссийским лидерам России». Есть проекты, в которых задействованы ученики, учащиеся. Но активность, я думаю, что наших молодого поколения очень высокая, поэтому я думаю, что мы должны все-таки... И задачи такие партии оставят, руководство партии не теряли их с поля зрения, работали с ними и привлекали их в участие не только в выборах от выборах, но и в целом в работе, в жизни республики, в социально-экономическом развитии, но и в целом в работе партии. В этом это наша задача, считаю. Но это задача стоит руководство». Произойдет ротация Генерального совета и предполагается, что большее количество региональных представителей туда войдут, потому что вот очевидно внимание к регионам. «Задачу эту тоже подтвердил сейчас Андрей Анатольевич и Сергей Владиленович о том, что все-таки развитие партии, вектор развития партии в сторону укрепления региональных отделений. Все-таки уклон больше финансирования, даже в ущерб международным связям, которые партия проводит, и в части реализации каких-то партийных проектов будет отдан прерогатива региональным отделениям. Это нас очень радует». 17-й съезд партии «Единая Россия» станет важной вехой официально стартовавшей кампании Владимира Путина. Безусловно, делегаты съезда поддержат решение президента баллотироваться в качестве самовыдвиженца. И съезд обозначит новую роль партии в общественной поддержке президента. Получемпионов подвели итоги уходящего года. В спорткомплексе «Триумф» лауреаты по нескольким номинациям получили свои награды. Так, по итогам тайного голосования специальной комиссии, Министерства и спортивных журналистов, десятку возглавил чемпион Европы по боксу Василий Егоров. Лучшим в адаптивном спорте безоговорочно стал чемпион сурдолимпийских игр борец Василий Стрекаловский. Высшие награды Якутии – полярная звезда, удостоенный Евдокия Катаргина и Сергей Николаев. Госпремию имени Дмитрия Коркина получил заслуженный тренер Василий Уваров. Следующий 2018 год будет богатым на спортивные события. В нашем регионе пройдут несколько крупных соревнований. Игры народов республики, чемпионат России по боксу и чемпионат мира по масс-рестлингу. Также домашние турниры по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева и Дмитрия Коркина. Этот год прошел, на самом деле, очень удачно. Цель была выполнить мастер спорта по легкой атлетике и удачно выступить на играх Манчары. Эти обе задачи выполнены, личные рекорды, что там, что там, поэтому я очень довольна. Следующий год – это, конечно же, улучшение своего личного результата, выполнение мастера спорта, прям такого конкретного. И надеемся, что мы получим доступ к международным стартам и там уже отстаивать честь Республики и России. И в завершении выпуска воспитанники детского сада Валек Минский готовятся к Новому году. Они начали приготовление обрядового печенья «Козули», чтобы ходить каледовать. Тесто для угощения особое, продолжит Елена Фаст. В детском саду «Звездочка» много лет сохраняется добрая традиция в преддверии рождественских праздников вместе с ребятишками готовить обрядовое печенье «Козули». К Новому году, к Рождеству. Ну, а мы с детьми стряпаем это печенье к обряду каледования, который мы ежегодно проводим с выездом в организации нашего города. Изготовить такое печенье – большой труд. Тесто готовится по особому рецепту. Получается оно достаточно тугим, плотным, зато сколько радости и удовольствия у детей. Интересно, потому что я люблю стараться, и все интересно стряпать кулички. Мы их на Новый год будем есть и людей угощать. Сам процесс – это лишь небольшая часть большой программы. Один из ее пунктов – знакомство ребятишек с традициями русской культуры. Это песни, поговорки, костюмы, игры. «Лотые ворота пропускают не всегда». Творя тесто, дети с удовольствием распевают слова калядок, уже предвкушая праздник. «Радуйтесь, люди, каляда вам будет, ой, каляда, подороски сладко». Рождество сегодня стало настоящим праздником. Возможно, дети еще не точно знакомы с полным толкованием дня. Но сразу почувствовали суть – добро и любовь. Елена Фаст, НВК Саха, Алёк Минск. К этому часу у нас все новости. Всего доброго и до встречи в эфире. Каждую субботу вместе с вами на нашем телеканале мы подводим итоги уходящей недели. Смотрите в информационной программе «Якутия» день за днем. Лидеры России. Во Владивостоке прошел всероссийский конкурс управленцев. Более 300 представителей регионов Дальнего Востока боролись за места в кадровом резерве страны. Управление на местах в Якутске провели совет органов местного самоуправления. Какие вопросы вошли в повестку и на что муниципалитетам стоит обратить особое внимание. «Цифру в дом» в Якутии завершили работу по организации цифрового теле- и радиовещания. Республика стала единственным регионом страны, который не уменьшил масштабы реализации программы. Крузовые пути и железные дороги Якутии подвели итоги работы за 2017 год. По путям компании доставили более 5 миллионов тонн грузов. Обо всем этом и не только в субботу в 20.30 на телеканалах НВК САХА и САХА-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова